Вообще, я думаю, что в Жигулях нужно ездить в шлеме. Для того, чтобы пройти в тихоосмотр, вам нужна вот такая жилетка. На воздухе катаюсь. На воздухе катаюсь. Хочу на бензине. Я такой идиот. Я не в те ворота заехал. Не знаю. Чего ты опер пешка? Я не знаю. Тормози. Не, ну, блин. Всем приятного просмотра. Отличного настроения. Отличного дня. Let's go. Это Жигуль 2103. Сейчас мы его помоем. И поедем попробуем пройти техосмотр. Он у меня уже отставил очень долго. Здесь есть некоторые косячки, которые я вам покажу. Из-за которых я боюсь, что мы не пройдем техосмотр. Но я уверен, что мы должны пройти техосмотр. Попробуем отрегулировать свет перед техосмотром. Сейчас помоем эту лялечку. Хочу поблагодарить вас за лайки и комментарии, которые вы оставляете под видео. Огромное вам спасибо. Если кому-то интересно, как мы его тюнинговали, как мы его покупали, на канале есть видео в разделе, в плейлисте автотематика. А я сейчас заеду заправлю 98, нет, 95 заправим побольше бензо, потому что хавает он много бензина. Хотя, если честно, я даже не знаю, сколько он из бензина. Мы занизили жигу, и теперь в поворотах она стала намного устойчивее. Мне не хватает пятой скорости здесь. Ой, бляха. Сейчас я хотя бы не цепляю арки колесами. И у меня не горит резина, как было это в предыдущих сериях. Вот, пятой скорости точно не хватает, да? Сейчас остановимся, я вам покажу косяки, из-за которых, я думаю, мы не пройдем техосмотр. Но, по крайней мере, получим больничный лист на месяц. А еще я хотел бы поставить этот фамиль в какой-то торговый центр. Думаю, люди, посещая этот торговый центр, были бы рады пофоткаться с этим жигулем, с этой красоткой. Вообще, я думаю, что в жигулях нужно ездить в шлеме, потому что безопасность тут, конечно, очень на низком уровне. А вот стиль зашкаливает. Посмотрите на этот руль. Как вы думаете, инспектор не докопается? Что у меня тут потрескано? Руль, конечно, нужно поменять. У меня оплеточка лежит еще в багажнике. Так, что еще у нас? А, не работает вот омывайка. Смотрите, здесь ножной привод. О, она брызнула. Она брызнула немножко. Может, инспектору этого хватит. Но это не точно. Отрегулируем свет. Попробуем отрегулировать выхлопные газы. Или как это? Атгазы, СОО. И тогда, может, мы пройдем техосмотр. Еще я немножко волнуюсь за ручник. Ой, еб твою. И тормоза. Как мы знаем, ручник и тормоза у жигулей всегда были слабое место. Сейчас я вам выйду, покажу еще немножко косячков. Кстати, Джека Репус. У него вот мы тут диски ставили, резину меняли. Тут такое атмосферненькое местечко. Как раз красиво, под солнышком. Давайте покажу вам, что и как с тачкой. А потом пойду к нему, схожу, поболтаю. Так, на часах у нас 11.42. Вот так вот я провожу, ребят, свой выходной. День. Меня бесит, что тут двери не закрываются нормально. Да вообще-то херня. Кстати, насчет двери. Вот эти канавки мы заклеили. Многим не понравился этот узор. Как по мне, он вообще четко стоит. А занижение отлично. Ничего не цепляется. Резина вроде более-менее нормальная. Смотрите, тут непонятно. Вот такая выпуклость какая-то. Зеркала я покупал на RC Old Style. Или что-то какой-то магазин в России есть. Смотрите, как они облезли уже. Зеркала так себе, скажем. Возможно, мы не пройдем техосмотр. Или инспектор попросит снять вот эти решетки, которые многие назвали колхозными. Но мне они офигенно нравятся, эти решеточки. Вот что я вам скажу. Наклейка «фак и груз». Давайте посмотрим, что у меня в багажнике творится вообще. А здесь порядочек. Смотрите, для того, чтобы пройти в техосмотр, вам нужна вот такая жилетка. Огнетушитель. Аварийный знак. Кстати, вот эта оплёточка, которую мы так до сих пор не поставили. Вот у меня насос запасной для омывайки. Щёточки новые. Не знаю, почему я их не поставил ещё. Ручник. Ну и всё. А, и запасочка даже имеется. Давайте дёрнем капот. О, вот когда капот закрываешь, смотрите, вот здесь уже отбилось. Очень аккуратно нужно всё это закрывать. Маслица я проверил. Знаете, бывают такие моменты, что она просто не заводится. Вот это я вообще до сих пор не понял. Что это такое? Что это за клеймо вообще такое? Жидкость у меня есть. Видите? Но что-то она херово качается. Так, кстати. А вот... А вот... Тасола у меня нет. Они есть там на донышке. Кстати, сигнал нужно будет попробовать. Сигнал работает или не работает. У нас в Европе техосмотр проходит довольно тщательно. Смотрите, вот здесь вот. Вот, видите, тут проржавела чуть-чуть уже дырочка. И вот такое вот занижение сзади. Обязательно должна гореть подсветка номера, задний ход. Ну и, соответственно, все поворотники, все лампы и передний свет должен быть отрегулирован по ГОСТу. По ГОСТу. Я не знаю, как у нас это называется. Так, я говорю, что за тачка? Он такой, ааа, Жигуль. Мы будем пробовать, он сказал. Короче, вот такой вот сервис типа у нас тут. Ага, сюда, понял. Окей, заезжаем, дядя. Вот такой вот аппарат у нас. Сейчас я буду включать там поворотники, дальний свет. Ага, вот это нужно подрегулировать немного. Видите? Рефлектор уже заржавел. Но луч еще есть. Как бы вроде техосмотр должен пройти, да. Так, немножко отрегулировали. Сейчас замеряем ЦО. Я вообще без понятия, сколько нормальное ЦО. Оно нормальное теперь или нет? Горят вроде нормальное. Слишком. А, слишком, да? На малой. Это плохо или хорошо? Плохо. Плохо. На воздухе катаюсь. На воздухе катаюсь. Хочу на бензине. Сгорание смотрит. Чем меньше, тем лучше. А ты что? СО2. СО2? Да. Чем больше, тем лучше. Ага, и вот сейчас подрегулировали. СО3, ну, бодрячко. Сон, да, 1-1. А. Сейчас тормоза проверим. Ну, и, в принципе, можно отправляться на техосмотр. Так, ну, тачка вообще в полном порядке, как меня уверили. Заплатил я за это все дело 22 евро. Проверили тормоза, отрегулировали свет. Все это проверяют на техосмотре. Теперь мы только боимся за маленькую дырочку, которая сзади. И вот за задние решетки. Ну, и за омывайку. Потому что она слабо пшикает. Ну, что, погнали на техосмотр. Заплатим все налоги и поедем очередь. Вот такой вот лайв вложек у нас. Видели, как чувак подержал камеру? У меня оператора нет. У меня операторы те, кто на сервисе работает. 12.56. Мы еще в очереди. Я там по минимуму что-то внутри подсниму. Может, поджигулем. Потому что мне уже один раз забанили видео. Хотя видео хорошо зашло. Это было давно. Знаете, у нас это... Тебя нельзя снимать. Это нельзя снимать. Вот чеки. Доказательство тому, что у меня с ЦО все хорошо. Ой, блях. Вот тормоза. Я заплатил 22 евро, как я говорил вам. Смотрите, 22 евро. Плюс тридцатка. И плюс страховка. Я такой идиот. Я не в те ворота заехал. Это вторые. Но инспектор вроде попался очень хороший. Посмотрим, что будет. Да, все-таки немножко поржавело. Вот смотрите, какое-то маслице. непонятное. Вроде не капает, но что-то есть, ребят. Я прошел техосмотр. Я вам скажу больше. Сейчас вы просто будете в бафиге. Смотрите, до 24-го, 0-9-го. Все, жига, красава. Вот на этом перекрестке я заработал первые свои большие деньги. У меня где-то там два года назад или полтора года назад даже есть видео, как я зарабатывал эти деньги. Вон мотоциклист поехал. Я продавал газеты SM-реклама. Где-то до 12 часов продавал 100 штук. И с полными карманами денег шел в ресторан, покупал пирожное и картошку. И с девчонками ходили на реку. Долго купаться. Э, скорость, включайся. Я когда... О, ученики. Я когда поехал на техосмотр, точнее, заехал вовнутрь, там стояла дама на BMX 5. И вообще там все так столпились, все так смотрели на Жигуль. И она такая смотрит, улыбается. Я ей показываю. Гуд? Она такая, да, офигенно. Блин, Жигуль это тема. Так, надо перестроиться как-то в правый ряд, чтобы не мешаться всем в левом ряду. Знаете, после регулировки машина поехала намного бодрее. Значит, она не была отрегулирована правильно. Но пятой скорости все равно мне не хватает. Мы потратили с вами около 60 евро, чтобы пройти техосмотр, отрегулировать тормоза. Хотя, не, мы не регулировали тормоза, мы проверили тормоза, отрегулировали свет, отрегулировали карбуратор. Все, огонь. И я езжу как дурак в шлеме, снимаю видосы. О, какая крутая. Крутая, да? Да. Я же говорю, она прикольная. Какая смешная. Она. У Дениса пошло что-то не по плану. Покажи, как ты будешь первую включать. Выжила? Да, она уже спала. Откройся там так, чтобы... Она без этой кольте, братан. Я с ней что-то куплю. Она не может и телефон. Отвечите меня в зелупы. А ты сделала, что ли? Да. Серьезно? У меня мужа нет. Пошли. Смотри. Сейчас мы будем вытирать эту машину. Она разденется. Можешь? Я такая резко в купальнике. И это получается постанова. А что случилось? Залило? Я не знаю. Наверное, да. Там что-то залило. Сейчас мы ее вытрем. Может, она заведется. А вот этот двигатель, если что? Да. Это... Ты понимаешь, это карбуратор или это инжектор? Да. Что это? Инжектор или карбуратор? Попробуй угадать. Я не знаю. Чем ты ее тыркаешь камеру? Я не знаю. Я оператор. У нас в кабеле будет один мой нос. Вчера с первого оборота. А что у тебя заплатили? Ну, заплатил. Ты куда залез? Куда ты залил воды? Крутит, главное. Уже лучше крутит. Аккумулятор. Бляд, напишите в комментариях, что мы используем. А, давайте всем по тряпке. Ну, давай розовую лерки. Нет, подожди, это потом. Тебя голубая, как мальчику? Давай. Я буду сексуально уметь в машине. Ой, блин, ну что она так? Подождите, крышу не мойте. Вот здесь давайте. Почему не мыть? Просто вытирайте. Нет, она, видишь, мылится чуть-то. Это не мылится? Больше ее снимай. Я тебе не сексуальный. Я не сексуальный. Я не сексуальный. Ну, ладно, да. Зачем ты опять не суешь? Ну, я не знаю. Такой вообще оператор, да? Материал потом по 20 евро продаю. Покажи, как ты будешь первую кричать. Выжила? Да, она рулась. Давай, давай. Так, в другую рулю. Другую. Еще, еще, еще. Давай. Быстрее, крути. Во. Она типа так заведется? Ну, вряд ли, потому что меня уже толкают два мужика. Да, ну, попробуй. В общем, если что, сразу сцепление и тормоз. Может, она сейчас на солнце продает? Прямо руль. Так вот, ну, ты готова? Нет. Ты готова? Ладно. Даю. Я немножко подустал. Все пошло не по плану. Она нам не смогла помочь. Андрей у нас супер механик. Этот провод не трогай. Покажи, где омывайка. Теперь ты знаешь, да? Ты знаешь. Эй, бой! Эй! Завелась! Ну, нет. Ребят, я там... Я починил. Ву! Дай, бля. Ну, быстро садись и поехали. Раздевайся, короче. Ну, откройся там так, чтобы... Она без этой кольте, братан. Она без шуток. Она всегда подставы делает. Мы что, мы ели? Ладно, ребят. Мы завели жигуль наконец-то. И сейчас мы едем. Может, реально нужно пристегнуться? А ты не пристегнул? Нет. А это ремень тебе не спешит. Бай мне очки. А где они? Они сзади сидят. Слушай, а я вышел? Выживешь? Вот это сложный вопрос. А это, слушай, иди на садись. Люди, я вас всех любила. А это где, Скин? Возле мойки вход. Мойка, знаешь, на первом этаже? Да, да, да. Это же фрук сделаем. Хорошая, цена, цена. А чем именно цена, цена, цена? Что ты рисился, цена? Я тебя не слышу, я в Жигуле еду. Нет, ты нам надо, конечно, притармашивать. Давай, будем сейчас. Она такая четкая, да? Нет, давай. Что ты там не знаешь? Пошли вам в жопу, я там ММБ. Ладно, пусть ездит. О, держитесь. Ты рисовал нашу. Машина. Миссы. Ну что, она нормальная ездит? Здесь налево, да? У нас главное все равно. Тормози. Мяма. О, блин. Давай, крути, крути. Вот, Мяма. Хлазница. Ребята, ищи ты меня, зилпа. А ты из зилпы что ли? Да. Серьезно? У меня мужа нет. Так я тоже из зилпы. Но мы все из зилпы. Ребят, здесь зилпа это деревня у нас еще. Осторожно. Что, тебе нравится? Так ты же сказал, что я не знаю. Да, да. Мне понравилось. Да, я не знаю. Он-то лучше, чем мерседес, на котором я ездил. Так, теперь надо где-то направо повернуть. Завели мы, теперь надо его целым в сохранности довести. О, бляха. Самый настоящий чулкий хай. Куда ехать, брат? К вам? Дорога покажешь? Слани, может, не тихо. Ну, нормально, ты степуха там. Просто, правда. Ты главное не это. Она вообще-то уже как бы под конец взял. Я не собирался ее одевать вообще. Куда? Ну, не знаю, сзади комфортно довольно себя чувствует. Сейчас нам ее вытирать надо еще быстро. Сейчас Петров приехал. О, охуяйся. Мы еще дали так просраться нормально. Особенно ты, блядь. Ты же жигуль, он так-то должен быть. Он должен всегда идти нахер. О, охуяйся. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok